Алая клубника, белый костюм, зеленая трава и прочие многоцветия у Эмблдона так и просятся на полотно. Кстати, такие существуют и во множестве. Вот только я не уверен, что хотя бы одна такая картина написана бывшим профессиональным теннисистом. Правда, найдись такой, я не уверен, что он стал бы писать пейзажи у Эмблдона и вообще корты. Если человек круто меняет свою жизнь, то он, как правило, почти не обращается к тому, что прежде было его жизнью. Александр Бармен о такой вот жизненной коллизии. Вверх по лестнице жизни. Возраст не преграда. Знаменитый в прошлом гимнаст Виктор Лисицкий, завершив 60 лет преподавательскую деятельность, взял да и попробовал реализовать себя на новом поприще. Сегодня Виктору Никитовичу 74, и он смело может считать себя полноценным художником, хотя и называет свое творчество наивной живописью. Его работы не раз получали положительную оценку известных мастеров на выставках, где они экспонировались. То, что он делает, он делает средствами, характерными именно для живописи. Средствами, которые оставляют человека взволнованным. Волнованным. Вот. Это цвет и колоризм. Изысканность, музыкальность цвета. Этими качествами обладает очень небольшое число художников. В первой половине 60-х годов прошлого столетия Лисицкий – бесспорный лидер сборной СССР по спортивной гимнастике. Его походка чуть в развалочку – знаменитая бросковая техника движений, которую он первым в мире освоил под руководством знаменитого тренера-каракашьянца. Работа на снарядах с особой легкостью, широкой амплитудой движений и как бы себе в удовольствие. Вместе с другими юными гимнастами я с восторгом следил за каждым его шагом. Лисицкий считался главным претендентом на победу в абсолютном первенстве Токийской Олимпиады 1964-го. Поставил задачу, чтобы стать олимпийским чемпионом. И к этой шел цели. Но вот то, что не получилось на Олимпийских играх в Токио, в общем-то получилось, но судьи не дали нам за Бориса Шеклиным стать олимпийским чемпионом, отдали Энде, который там завалился на снарядах. Организаторы Олимпиады перед ее открытием одарили всех судей последними моделями фото- и аудиотехники. Выиграть у хозяев было нереально. В выборе Лисицким нового рода деятельности прямое воздействие оказала жена, профессиональный художник. В ее доме в Серпухове, где живет еще и ее 90-летняя мама художника, теперь находится их общая мастерская. Ушел на пенсию, на военную пенсию, и это что делать? Вот моя супруга, Татьяна Рыжова, мыкался куда, чего, что, она говорит, давай вот бери ручку, карандаш, вот тебе бумага, попробуй что-нибудь нарисовать. Ну вот стал пробовать, и у меня там внизу первая работа, которую я написал, это стул. Он не учился и вот хочет выразить себя простыми какими-то словами, какими-то вот простыми сюжетами, но получается очень здорово, мы завидуем художникам. А если бы он получил образование, что он был бы совсем другим художником? Ну я думаю, что да, но я думаю, что все равно классно, без разницы, талантливый человек. Потом у него очень хорошая пластика тоже, вот линия, как он в спорте вот занимался, он очень чувствует вот эти движения все. То есть они у него там плавные, вот как в иконах, как вот идет вот линия, вот она там помогает, другая линия, останавливает какая-то. Вот от этого зависит композиция, композиционный строй у него очень, вот интуитивно он строит хост, ну просто безупречно. Лесные слова, ничего не скажешь. И дело, конечно, не в том, что Рыжова супруга Лисицкого. Впрочем, не менее интересны высказывания на заданную тему самого Виктора Никитовича. Профессионал он так не сделает, почему? Он должен, вот если так рука, значит он должен так ее написать. А он не видит, вот когда человек что-то прыгает, какое-то движение делает, это же мгновение одно. Вот это мгновение зафиксировать, это не каждый может. Ну вот я там пытаюсь, пытаюсь, но что-то получает, что-то не получается. Одним это нравится, другим это не нравится. Самое главное, вот, чтобы мне нравилось. А о чем вы сейчас мечтаете? А? О чем вы сейчас мечтаете? Я мечтаю. У меня сейчас первая мечта это сделать выставку на Олимпийских играх. Ну а самая главная мечта в жизни? Жить подольше и работать побольше. На сегодня у Виктора Лисицкого более 300 работ, часть из которых находится в музеях, частных коллекциях и даже за рубежом. Александр Бармин, Сергей Соловьев, НТВ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова